Бриджит Дарвоян Мадемуазель Бежу, мы с вами больше не увидимся, но мое сердце никогда не забудет то, которое сделало мне самой прекрасной из всех подарков. И пусть ваша жизнь будет долгой, прекрасной и полной любви. Из-за несчастного случая с пассажиром движение поездов полностью остановлено. Ну вот, я снова упала с кровати. Вы упали очень удачно. Что? Вы, кажется, недооцениваете мой вес. Хотите сами попробовать? Кстати, это подарок для вас. Я спасла ему жизнь и никакой благодарности. Все хорошо, и все хорошо, как обычно. Да, Ипполит, я сохраняю спокойствие. Вот, я делаю вдох, задерживаю дыхание, и все повторяется снова. Добрый день, Ингрид. Как поживаете? Что это? Здоровье из глубин? Упаковка водорослей, собранных на глубине в 3000 метров. Водоросли сохраняют влагу внутри кожи и восстанавливают ее поверхность. Да, глубина здесь ощущается во всем. Ты не знаешь, какая муха укусила Ингрид? Фиалки. Прямо к двери был прикреплен огромный букет, а она слишком поздно его заметила. Представляешь, в каком она теперь состоянии? О, да, падение, крики, заплаканные глаза. В прошлый раз, когда это случилось, салон был разгромлен. Надеюсь, в этот раз ничего подобного не случится. В любом случае, я пришла вовремя. Если потребуется одеть на нее смирительную рубашку, что это за стакан? Подарок. Странно, что кому-то дарят один стакан. Его сделал мастер стекладуф. Он сделал его своими руками. Это значит, что всякий раз, когда ты из него пьешь, вы целуетесь. Попробуйтесь. Ты собираешься его снова увидеть? Не знаю. На твоем месте я бы повторила еще раз пять. Как раз бы получил шесть стаканов для застолья. Это было бы слишком прекрасно. Мастерская, расплавленное стекло. А в конце он просто выбился из сил. А я мечтаю вновь увидеть Антони Делона. Он бы меня точно не узнал. Тогда бы я ему сказала, как ты мог меня забыть? И знаю, чтобы он мне ответил, что меня невозможно забыть. Ты, должно быть, откуда ты свалилась. Ну, конечно, я упала с кровати. Тем более, что мне пришлось ущипнуть тебя, чтобы понять, что я еще жива. Что бы такое сделать человеку, чтобы он тебя никогда не забыл? Много или очень много зла. Скажите же, Невьева, вы ведь решили прийти пораньше не потому, что вам ее нужно приклеить получше. Один греческий философ так покончил жизнь самоубийством. Его, кажется, звали Диоген, философ-циник, который жил в бочке и затыкал нос, чтобы не дышать. Правда, это единственное воспоминание. Он покончил жизнь самоубийством, потому что его забыли в бочке? Нет, он сам сделал этот выбор, чтобы доказать всем, что он свободный человек. Я собираюсь выпить кофе, когда придет Ипполит. Отправьте его ко мне. Спасибо, благодарю вас. Как только придет комиссар, вас тут же позовут. Ипполит, Ипполит. Это Ипполит, всего лишь Ипполит. Закрой дверь, я все-таки раздеваюсь. Прошу прощения. Твои ногти. Ты должна попробовать новый лак-сирена, он нерастворим в воде и все такое прочее. Но не особахши? Нет, он не для зубов. Милые дамы. О-ля-ля. Как поживаете? Могло быть и лучше. Ей приснился плохой сон. Как я ее понимаю? Камиль, скажи, когда ты проводишь с девушкой ночь, ты хотя бы вспоминаешь о ней? Видишь ли, единственная девушка, с которой я провожу ночь, это та, которую я не знал никогда в жизни, но которую вспоминаю именно по ночам, когда ее вижу во сне. Ну, знаешь ли, это не ответ. Уверяю, это так. Нет, это не ответ. Слушайте, у меня есть хорошая мысль. Я знаю, что мой идеал женщины находится где-то поблизости, и я даже издалека чувствую запах ее духов. А не организовать ли нам небольшой танцевальный вечер прямо на улице? Все девушки выйдут из логова и останется лишь выбрать нужную. Ловить девушек так же просто, как кроликов. Кто сказал? Моя подруга из деревни. Можно было бы даже пригласить всех клиентов. Конечно. Стоп-стоп, это ведь все-таки не брачное агентство. Смотрите, я даже сделал уже афишу. Думаю, Ингрид будет не в восторге. Покажи. Итак, этим вечером Венера танцует с Аполлоном. А если Венера не придет? Тогда мне придется одному танцевать под окнами. Правда, окружающие будут немного удивлены. Скорее, это мы удивлены. Девушка – это не просто окружающие. Все, на что ты можешь рассчитывать, это номер телефона. Кстати, а почему он мне не звонит? Я ведь дала ему свой номер. Ладно, я оставляю вас. Пойду попробую вариант «Лебединое озеро». Будешь играть лебеди? Я на стороне охотников. Я знала, что все закончится озером. Да, я тоже. Ты ведь знаешь эту историю про гадкого утенка? Конечно. Проблема в том, что никто не знает, как из гадкого утенка превратиться в лебедя. Или как изменять самого человека? Кстати, похоже, наш лебедь забыл сумку. Я ем только бизнес-ланчи. Я живу только ради карьеры. Я чувствую, как мой стресс только и делает, что усиливается и усиливается. Похоже, что все-таки настало время немного расслабиться, вздохнуть полной грудью. Чем быстрее, тем лучше. Окунитесь в атмосферу счастья. Здоровье с глубин гарантирует вам полную расслабленность. Морские впадины являются местами, где глубина моря достигает максимума. И в контакте с водорослями с этих глубин ваше тело начнет испытывать блаженство и наполняться своей первозданной силой. Старайтесь как можно глубже погрузиться в самого себя, подобно ребенку. Мне уже лучше. Спасибо. Ваше присутствие придает мне уверенности. как когда-то в присутствии матери. Я чувствую себя куском вареной говядины. Из-за этого неизвестного пассажира в метро мне пришлось идти пешком. Самоубийца. У вас тоже благорящий вид. Они никогда толком ничего не говорят, когда кто-то бросается на рельсы. Я была бы тоже не прочь попробовать, но что тогда останется от тела? А если его толкнули? Большую часть людей, бросающихся под поезд, в метро на самом деле толкают на рельсы маньяки. Да, я уверена, я встретила как-то маньяка. Ингрид меня просила... Я забыл сумку. Если бы я была сумкой, то меня бы точно не забыли. Подождите. Я узнаю этот запах. Какой удивительный цветок. Бесспорно. Бесспорно, это она. Это что, фиалки? Нет, не фиалки, не фиалки, но я найду ее. Ингрид меня попросила зайти... Кто-то меня звал? Нет, бежу. Кстати, бежу, пора одеваться, иначе ты опоздаешь. Ингрид просила меня зайти из-за этой истории с фиалками. Да, она ждет вас в кафе напротив. Кстати, можете раздеться, там уже жарко. Ясные дни вызывают у меня тоску, а жара, наоборот, охлаждает тело. Твительный полит. Если бы вы видели, как выглядят эти все трупы во время жары... Но вы не забывайте никого. Даже трупы. Это моя профессия. Если бы вы нашли меня мертвой, вы бы меня не забыли, правда? Я бы предпочел не находить вас в таком состоянии. Мы ведь собирались провести вместе всю ночь. Вы об этом не забыли? Нет, не думаю. Я мечтаю провести ночь именно с вами, Ипполит. Не думаю, что это хорошая мысль. У вас есть дети? Нет, еще. Но я часто о них думаю. А вы? Все возможно. Вы не уверены, что они у вас есть? Дело в том, что я внес часть моей спермы в специальный банк. Да, это хорошее вложение. Вернее, я хотела сказать, что вы помогаете бесплодным парам или женщинам, которые не могут найти себе мужа. Кстати, а как это происходит? Сидишь в кабинке, примерно как здесь, но немного поменьше. Сидишь в компании с порнографическими журналами. Да, теперь я понимаю. Никогда не подумала бы об этом, но вы ведь оставляете данные о себе, контактную информацию, так ведь? Вы указываете ваши воспоминания, ваши вкусы? Нет, нет, нет. Все анонимно. И главное, быстро. Анонимно? Но в любом случае, это очень щедро с вашей стороны. Откровенно говоря, я делаю это не из великодушия. Да? А из-за чего? Еще ни одна женщина не просила меня стать отцом ее ребенка. Я, кроме того, не уверен, что в моем случае ответил бы ей да. Хотя, скорее всего, был бы рад, если бы меня об этом попросили. Женщины ждут, чтобы вы сами спросили их об этом. Чаще всего они могут этого хотеть, смотря вам в спину. В то время, как мне нужно, было от них нечто другое. Благодаря банку спермы уже одна мысль о том, что я могу оставить после себя богатое потомство, множество детей, чем-то похожих на меня, это вызывает у меня возбуждение. Это придает мне чувство невероятной силы, знаете, как у тех субъектов, способных убивать людей, воимые своих чувств. Мне достаточно одного ощущения того, что я, возможно, могу дать жизнь тысячам живых существ. Ну что ж, мистер Бушаро, можете немного отдохнуть, это вам не повредит. Прошу вас. Я собираюсь поведать вам тайну. Я пережил удивительное наслаждение с удивительно безобразной девушкой, но которая хорошо знала, как себя преподнести. Безобразной? Я встретил ее в кафе, она дымила свои сигареты, я попросил ее дать мне огоньку, но она отказалась. В первый момент мне показалось, что я встретил какую-то весьма убогую личность, пока она не сказала мне, что мужчины не просят огня, они либо сами его предлагают, либо берут силой. И тогда я взглянул на нее... И как? Это была загадка, Женевьева. Внезапно я почувствовал в этой женщине нечто таинственное, что отличало ее от других, подобно Лорен Бакал, сказавшей Гэмфри Богу, то, если я тебе понадоблюсь, просто свистни. Понимаете, она словно бы отдаляется от меня, одновременно говоря, что принадлежит ему. Если я тебе понадоблюсь, просто свистни. 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 Если я тебе понадоблюсь, просто свистни Вы пытаетесь утопить свое горе? Утопить? Почему вы это говорите? Я собираюсь сделать то же самое Мне страшно, Ипполит Из-за маленького букета фиалок? Мне все время страшно Я боюсь любить Боюсь страдать У страха всегда есть происхождение Например, я не ем креветок, потому что в детстве у меня ущипнулся и клешной краб Но у фиалок нет клешней Как и у вареных крабов Даже мертвые иногда могут серьезно отравить вам жизнь О, благо вымдится Просто пришло в голову, у вас не бывает ничего подобного? Это было очень давно, когда я любила одного юношу по имени Александр Это имена сели великие люди, например, завоеватели Я находила его немного ограниченным, не очень уверенным в себе, но я его любила И он меня тоже Это было так Вы любили друг друга? Да Мы должны были пожениться А затем Однажды он предпочел исчезнуть На берегу моря нашли его ботинки, часы и маленький букет цветов Полиция посчитала это самоубийством Однако тело так и не нашли, Ингрид А раз нет тела, то при чем здесь траву? Это что, придает какой-то особенный вкус напитку? Это придает жажду Ты находишь меня таинственной? Хочешь честно? Честно На губах слишком много помады Зато ты ее не пользуешься, даже когда встречаешься с кем-то Именно тогда Потому что помада оставляет следы на воротнике рубашки Обычно ее используют, когда нужно что-то скрыть Что именно? У тебя красивый рот Видя помаду, люди не видят больше твоего рта А как тебе удается нравиться людям, когда ты не пользуешься косметикой? Я и не пытаюсь им нравиться Я им говорю, что они мне нравятся Легко сказать такими глазами, как у тебя? Которые так сияют Окружающие всегда уверены, что у тебя водится какая-то мыслишка Без макияжа у меня колючий взгляд и очень глупый вид Это не так Смотреть нужно не на саму себя, а на другого человека И делать это так, чтобы твои глаза сияли Ты знаешь, как китайские торговцы узнают о жадности клиента У него расширяется зрачок и становится черным С таким бывает трудно сторговаться Мужчины подобны торговцам-китайцам У них есть шестое чувство, благодаря которому они безошибочно определяют привлекательность женщин Даже без макияжа и высоких облуков Достаточно одного расширенного зрачка Всего лишь Расширенного зрачка? У меня же будут глаза, как у жареной рыбы Как хуже, что у нас скоро появится китайский торговец Да-да, так и есть В пятницу в два часа запись на апелляцию Благодарю вас, до свидания Надеюсь, все будет удачно Я хотела бы попасть в руки своего мастера Своё полотенце ближе к телу Что с вами бежу? Надеюсь, вы не собираетесь сообщить еще об одной катастрофе По радио передавали, что нашли труп Труп? Боже Господин Бушар Я мечтал о том, что я плыву под водой Окруженный тысячами головастиков Так, пора вам выходить из воды Если хотят утопиться, то зачем оставлять часы и обувь? Какие воспоминания могут вызвать у человека ботинки? Ну, он постоянно наступал мне на ноги во время танцев А часы? Это я ему их подарила, потому что он всегда опаздывал Афиалки Приветствую всех Как 40 идет вверх, так и температура воздуха А я встречаюсь с одним бразильцем из ВТО, который выступает против ПГ и мне дарит только УВВ Я не поняла Все очень просто Как 40 – это индекс деловой активности 40 наиболее крупных предприятий, рассчитываемым парижским финансовым центром Он повышается Не может быть И температура Нет Я встречаюсь с бразильцем, работающим во всемирной торговой организации, выступающим против глобализации Он мне дарит ярко-фиолетовые фиалки Бывают же такие дни, когда мне хочется побыть в коже кого-нибудь другого, пусть даже и Женевьевы Женевьева Субтитры создавал DimaTorzok Если я тебе понадоблюсь, просто свистни Вы со мной говорили? Ну да, у вас не найдет огонька У вас что, пудра на ушах? Нет У меня зрачки Надеюсь, что все не так серьезно Нет, спасибо, у меня же есть одна Извините, что я не предложил, но это вы предложили мне огоньку Я не прикурю И все-таки я хочу сказать, что мне от вас совершенно ничего не нужно Просто я хотела вас удивить Хорошо Хорошо Поговорим о шмотках? Что? За кого ты меня принимаешь? За толстую террористку-поджигательницу Кто? Я террористка-поджигательница, да еще и толстая Пуф Придурок Спасибо, однако Вам нужно вспомнить о человеке, которого вы любили Или хотя бы об одном из них Возможно, это тот, кто предложил вам эти цветы Тот, кто хотел вас Ваш мексиканец, возможно Артур? Это не его стиль Он любит срезанные цветы Нет, это не он В любви, Ингрид Я, как и вы, я боюсь любить и страдать Они отдохнут ли на минут пятнадцать? Простите меня, Ингрид Могла бы я сегодня уйти пораньше? У меня свидание Мужчина, надо полагать Ну, не совсем С двумя Это что, шутка? А не выпить ли нам по стаканчику? Да, неплохо Да, ну и отлично Прости меня, Сюзи Все это было безумно Мне очень жаль Я боялся ошибиться И теперь я чувствую себя не в своей тарелке Как если бы был один в комнате Мне жаль Положено всего десять минут Так что сумма получится немаленькая Нет-нет, только не в шесть часов Иначе я проснусь слишком рано Пройдись немного Что? Пройди в глубь комнаты И вернись назад ко мне Как бы невзначай Так У тебя красивая походка Изящная Жаль, только брюки мешают Ну, с ними давай их Ты что, никогда не носишь брюк? Я люблю чувство движения воздуха под юбками И кроме того, я очень люблю чулки и комбинации Да, это красиво Я купила парик и подумала Нет, это безумие А где твои аксессуары? А, извини, они в куртке Они там с самого утра Спасибо Это вкусно Очень даже Присядь рядом Мне нравится быть в гостинице после полудня Можно спокойно поесть, поспать И даже заняться любовью Понимая, что на все есть не больше двух часов Ничто не выглядит серьезным Сыграем в одну игру Ты наденешь парик И изобразишь кого-нибудь А потом я А тебе идет Великолепно Посмотри сам Да, я похож на Карла Бруни Нет, ты очень красив Хотя, конечно же, с чулками было бы лучше Ну и так неплохо Даже не знаю Ладно, дай мне его сюда Нет, подожди Не так быстро Это действительно красиво Подмазель Бижун Мы с вами больше не увидимся Мы с вами больше не увидимся Но мое сердце Никогда не забудет ту Которая сделала мне Самый прекрасный подарок И пусть ваша жизнь будет долгой, прекрасной и полной любви Извините Извините меня, я так влюблен Да, не всегда попадаются хорошие люди Женевьева Мадемуазель Бижу А, Камиль Я оценила вашу идею Исполнить танец Аполлона с Венерой Да Этим вечером При полной луне Он собирается совершить преступление Мадемуазель Бижу Мадемуазель Бижу Мадемуазель Бижу Я только что спас вам жизнь. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!